Смотри, у нас в чате недавно была история, и я пообещала этой маме, что мы запишем для нее подкаст. Конкретно для нее, по ней, без указания имен, в чате находилась мама. Прибалтийская, судя по имени и фамилии. Мама, она находилась уже достаточно давно, не заказывала консультаций. Она в чате давно, да. И у нее у ребенка диагноз аутизм еще не был поставлен, но все признаки аутизма у ребенка были в наличии. И вот она недавно начала кричать, ау, ау, все-таки нам ставят аутизм, и мы проваливаемся. Типа, вот вы выходите, а я не выхожу из аутизма. И, ты знаешь, мне очень понравилась реакция наших мам. Я на самом деле очень горжусь нашими мамами и понимаю, насколько они молодцы. Они видят сразу в яблочко, в суть, сразу. И они ей сразу начали писать то, что есть на самом деле. Не как психологи. Они не виляли, не пытались обмануть, не пытались сказать, ты хорошая, справишься. Не пытались гладить, не пытались играть с ней. Они четко подсветили ее ложь, ее лень искренне. Вот так разложили. И ты знаешь, я когда читала комментарии мам, я просто от души радовалась. Девчонки, мало то, что вывели своих детей из аутизма, они получили офигенную профессию для того, чтобы помогать другим мамам. При этом они офигенно выросли. Выросли. И они давали рекомендации и советы круче любого психотерапевта и любого психолога. И я прочитала и думаю, девчонки, какие вы молодцы. Вы реально выросли, и вы видите сразу суть человека, и вы правду говорите. И вы не боитесь сказать правду, и вы не боитесь причинить ему боль. Не льстите ничего. Вы не боитесь, что вас закидают тухлыми помидорами. Вы просто говорите, как оно есть. И это либо образумит человека и направит его на правильный путь, либо захочет он сидеть в своем говне дальше, пускай сидит. Это право человека. Но это мне, конечно, очень сильно понравилось, потому что я видела рост наших мам. Очень большой рост. И видела, что они получили профессию. И для этой мамы мне бы хотелось все-таки раскрыть поведение родителей, показать поведение родителей, когда они сталкиваются с диагнозом аутизма, даже пытаются там стучаться к нам, и как они себя ведут, как проявляются. Потому что вот это, то, что мы сегодня будем говорить, это процентов, наверное, 70 родителей. Аутизмов не бывает двух одинаковых. Все аутизмы разные, чтобы вы понимали, нету двух одинаковых аутизмов. Даже если вам врачи будут говорить, что мы неправы, что там есть какая-то систематизация, неправда. В подсознании у всех детей у каждого своя клиническая картина. И у каждого родителя своя клиническая картина. Поэтому, когда мы записываем, мы говорим приблизительно, где у людей будет подобие. И если кто-то себя на этом узнает, вы узнаете, над чем работать. И вот, когда ты настраиваешься на эту маму, да, вот что ты сразу чувствуешь? Зачем ей аутизм? Ну, то, что зачем, это выгода, да? Ну, это ложь. Там сразу, когда настраиваешься на маму, идет ложь. И знаете, как ненависть идет. Непринятие, непринятие мира вообще, съедание этого мира. То есть, это вот, если положить по образу и подобию, то это очень похоже, когда ей все должны, и вот ей приносят клубничку. На тебе клубничку, красивую ягодку. Она съедает ее и говорит, фу, какая она невкусная. Ей приносят вкусненький там бананчик, такое яблочко красивое. Она съедает его, оно вкусное. Она говорит, фу, какой невкусный. И ей опять, и вы должны, и ей приносят, и все, ей ничем не угодить. И она вот это вот, она просто, она съедает и ненавидит. Она съедает это и ненавидит. То есть, вот у нее всегда, всегда не так. И поэтому она даже, чувство было такое, что она читает чат. Вот она сидела давно-давно в чате. И было чувство, я не знаю, она там писалась раньше или не писалась в этом чате, не суть. Не знаю, она сейчас только проявилась, я знаю. И она сидела в чате, и мамы переписывали где-то, где-то какие-то что-то. А она читала это все, и она это мгновенно разрушала. То есть, то, что она прочтет текст, она мгновенно, знаете, как ребенок капризный. Так ему, допустим, сложили домик красивенький, а он его разбурил, разбурил, разбурил. Все, это не нравится, капризный. И она это все рушила. То есть, не принимала, не верила, не доверяла, невозможным считала. И мгновенно рушила, рушила, рушила. То есть, информация, которая к ней поступала в этом чате, она даже не пыталась ее услышать, прочувствовать. Услышать даже. Она ее мгновенно разрушала, как вот просто взрывом, взрывом, взрывом. Естественно, если она разрушала, разрушала, и в этом живет ребенок, и это ее ребенок, то это же разрушение в ней. Она не может в априори не разрушить ребенка. Она просто не может его не разрушить. Точно так же, как и это сообщение. Дело в том, что мы очень часто сталкиваемся с тем, что особенно на ранних этапах работы очень хорошо ребенка, у которого особенно начальные какие-то стадии аутизма, когда еще он глубоко в аут не ушел, забрать ребенка из семьи, чтобы с ним работали здоровые люди. И именно здоровые люди не в виде приходящих там логопедов, дефектологов, еще что-то, а чтобы он жил в здоровой семье. Чтобы он видел здоровые отношения мамы и папы. Чтобы он видел здоровую любовь. Чтобы он видел здоровую заботу. Чтобы он был нужен. Чтобы с ним играли, чтобы его развивали. Чтобы его любили. Вот эта искра, вот этот ресурс ребенок, вот этот спаситель для этих родителей, он пришел... Не оценен этими родителями. Да, он пришел, чтобы быть нужным. Он пришел спасителем к ним. А по факту получается, что он попал в условия, а у него работает только закачка информации копированием. У него нету другой загрузки информации, только копированием. Дети могут только копировать взрослых. Они не могут по-другому развиваться. И чтобы вы не пеняли на генетику, еще на что-то. Если вы поместите ребенка Маугли к волкам, он будет вести себя по волчьи. Если вы поместите к медведям, он вырастет как медведь. К ольвам он вырастет как лев. И никак по-другому. И никак по-другому. И речь у него также будет развиваться. И все у него будет также развиваться. И вот смотрите, вот этого ребенка поместили в условия этой семьи, где все рвется и разрушается. Капризной мамой, капризным ребенком. И, соответственно, недовольным ребенком И, соответственно, вот этим разрушением она делится То есть дает копировать своему детенку И детенок, априори копируя эту информацию, он становится больным Потому что больна мать И, соответственно, там будет болен отец Потому что каким-то же образом он выбрал Не он выбрал, самка выбрала его А он пришел с этой самкой же, живет каким-то образом Значит, два сапога пара, обычно говорят То есть там не бывает, чтобы был сапог один от Дольче Габбана, а второй керзовый Нет, все нормально Либо оба керзовых, либо оба от Дольче Габбана Однозначно Поэтому, когда ребенок уже попал вот в эти условия И идет копирование Он априори стоит перед фактом Ему не догружают информацию для развития Да, можно ссылаться на генетику Он подарком, он принес, он подарок пришел Да, а этот подарок разорвали, разорвали И выкинули И выкинули Но при этом, можно сказать, генетика У меня там был кто-то аутист в роду, еще там кто-то был Да просто и ты скопировала такую же модель поведения со своих родителей Да То есть у вас в семье принято так себя вести Ну это да У вас в семье уже даже может быть на генетическом уровне Это прописано как болезнь Потому что вы эту привычку и этот момент Сделали уже нормой Сделали нормой Уже да Как гомосексуализм в Европе Да, да, именно Для вас это уже норма Для нормальных людей это не норма, а для вас это уже норма Это точно так же, как и аутизм сейчас пытаются показать, что это норма Да Что это развитые Уже Илон Маск аутист Уже там еще там кого-то Гейтс, Билл Гейтс аутист Это ложь Это ложь И из этих людей пытаются сделать Вот будешь аутистом, мой сын аутист, значит он будет как Билл Гейтс Слушайте, не связывайте несвязываемое Это оправдание своих ошибок, которые не хочешь принимать Которые не хочешь признаваться в них Это вариант, когда я вижу, что я уже в говне, но это говно не мое Я не буду его убирать И оно самое красивое И оно самое красивое и будет в дальнейшем золотом Да И это так должно быть Это памятник Дизайн Говню Кстати, есть места, где памятники говну ставят Что за такое Но это интеллект, опять-таки, уровень развития интеллекта Да, и тогда у этого ребенка, вот мы просто смотрели, у него выхода другого нет, как не стать аутистом Он просто не может У него нет вариантов, чтобы не было аутизма Нет вариантов, потому что он находится в больной среде У него нет вариантов вырасти здоровым, когда ты находишься в больной среде И из вариантов, которые возможны для того, чтобы ребенок вышел Это первое, глубокая, осознанная работа родителей по изменению себя, изменению своих привычек, поведенческих реакций и так далее Сильное желание Очень сильный момент мотивационный должен быть, чтобы и мать, и отец изменились То есть сапоги из керзовых и грязных должны стать нормальной обувью, ну пускай не от Dolce & Gabbana, а пускай от Марка И чистой И чистой, да Это первый вариант Второй вариант Отдать ребенка в здоровую семью И у ребенка будет шанс вырасти Да, здесь будет уже часть информации загружена, поломанной Либо ее сносить через инфодайвинг и потом загружать новую, чистую, здоровую Но видите, если мы снесем, и он остается в среде не меняющихся родителей То нет смысла лить чистую воду в грязь Нет смысла лить воду вообще в дырявый кувшин В дырявый кувшин, да То есть в данном случае либо обязательная работа родителей Либо ребенок в приемную семью Либо смена кувшина Да, либо ребенок в приемной семье растет Других вариантов не будет, потому что так в каждом аутизме на самом деле И надо осознавать, когда родитель приходит, например, к нам, что мы не будем гладить по голове Мы будем всегда говорить правду Мы будем говорить правду, хотя в ответ мы в 99% случаев слышим ложь И когда через полтора-два года работы мы начинаем слышать правду Вот тогда мы плачем от счастья Потому что мы понимаем, что человек действительно изменился Мы знаем фактически любую информацию, которую нам надо знать по ребенку Которую родители от нас скрывают Мы не доносим и не упрекаем родителей лишний раз в этом Мы абсолютно четко осознаем, что человеку крайне сложно Крайне сложно видеть мир по-другому Смотрите, когда вы живете в социуме, где абсолютно нормальным говорить другому человеку Вот он идет, женщина оделась где-то, и ей платье некрасиво Или она смотрится вообще как дурашка Волосы покрасила в сиреневый цвет и спрашивает А мне как идет? И ей считается нормальным сказать Ну да, как-то очень уж вычурно, но вот в принципе ничего так Вот это в принципе ничего, да, это такое вранье Когда ты видишь там фиолетовую покрашенную женщину в непонятном наряде То, например, я сразу скажу, милая, у тебя, наверное, проблемы с мужчинами И ты уже как светофор мигаешь, не знаешь, как их к себе привлечь И ты уже залила голову фиолетовой краской там или красной Чтобы привлечь к себе самца Ну так слушай, разберись иначе Ну сядь ты в сайт знакомств, найди и реши эту проблему То есть человек ожидает услышать хотя бы так ничего А в ответ слышит, слышишь, у тебя проблема И в нашем обществе не принято вот так И человек, привыкший жить во лжи, где его гладят по голове Где ему дают советы, исходя из того, как выгодно, чтобы он побольше денег принес Исходя вот из таких моментов проявления Человеку, конечно, инфодайминг вызывает шок Этой боли, этой страха и все И он за пять минут не изменится Если особенно у него на инстинктивном уровне прописана эта ложь Если он убежден, что о ней никто никогда не знает Там это и измены, это и, 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 да Там же у каждого свой хвост Мы это видим, мы все это видим Мы это все видим, мы знаем, как вам сложно это все пройти Для того, чтобы изменить Мы это принимаем и просто растягиваем это во времени Но вы все равно придете к тому, что вы расставите все точки над И Над всеми своими косяками Где вы лгали, где вы изворачивались Где вы очерняли другого человека Где вы завидовали, где вы отбивали мужей Где вы изменяли, где вы, где вы, где вы Вы все это поднимете, перетряхнете сами И искренне расставите точки над И И либо вы, это в материальном мире вы видите в равенство В равновесие, в баланс Либо вы внутри себя примете Примете свой этот опыт Отблагодарите себя искренне Отблагодарите других участников Трансформируете это все И измените модель поведения Вы станете другими И вот с этого момента начинается выход ребенка из аутизма То есть это большой трансформационный путь родителей И поэтому либо родители меняются Либо вот этого малыша переносим в здоровую среду Когда ты видишь, что здесь бесперспективно Но у нас много случаев, когда мы переносили детей в здоровую среду Часть родителей отказались И они и поныне там Хочешь, барахтайся сам Это твой ребенок Были случаи, когда состояние ребенка очень резко ухудшалось И доводили людей до развития дополнительных заболеваний Но изначально было предложено Мы видели, что у этих родителей нет не только разума Там ума нету Там надо лишать родительских прав А они это называют любовью Просто у них любовь такая, которая требует лишения родительских прав И рассказать, что, ребят, это не любовь Это издевательство Это освенцы У нас конкретные освенцы мы были в практике Мы не можем донести Мы не можем, мы не государство Мы не можем принимать вот эти решения Лишения родительских прав Мы просто можем человеку сказать Хочешь иметь здорового ребенка Дай ему возможность жить здоровым в другой семье В здоровых условиях Но у нас были и родители, которые начали активно меняться И вы знаете, у нас много семей Кто-то менялся через свою собственную боль Когда и отца, и мать накрывала своя собственная боль И после этого они менялись Кто-то менялся осознанно, не доводя до боли И у нас много детей, кто вышел из ауто И из других заболеваний Но это всегда была работа с родителями Потому что ребенок приходит к родителю спасением А когда ребенок приходит с тяжелым недугом То есть недуг, который не предполагает В дальнейшем размножение ребенка То есть у него не будет собственных детей Вот когда у ребенка такая история Это для вас история Ребята, ваше сознание рассыпалось Пум-пум-пум Ваш инкарнационный цикл завершается Вы выходите из игры в прострацию У вас никого нет дома и некому инкарнировать Человек съеден Нет у человека Осознание животное не может инкарнировать Поэтому я понимаю, что сейчас Если врачи слушают, скажут Какую бредятину они говорят Это не бредятина Это то, что вы В силу своего уровня развития Сейчас не можете видеть Слышать и осознать Пройдет сто лет И это будет в учебниках по психологии И это будет обязательным к изучению Но на сегодняшнем этапе Это пока отбивается Но это факт Мы это видим Мы это знаем У нас есть практический опыт И результаты практической работы Когда мы говорим, что это так И таким образом У вас, милые родители И милая мама У вас есть выбор Либо мы прощаемся с вами До встречи через миллиарды лет Пока вы заново отыграете эту игру После рассыпания сознания Либо вы сейчас включаете мозг И начинаете работать Работать честно Работать искренне Убирать вот эту вот херню из себя Она никому не нужна Так это мы только поверхность зацепили А если вас изнутри распотрошить Там столько интересного вывалится Откуда же пришел аутизм Зачем надо закрывать ребенка В собственном мире Какая выгода от ребенка-аутиста У вас лично И когда вот это все Выпотрашивается наружу Вот это начинается другая тема Я понимаю, что многим больно Многим стыдно Многим-многим Но вы просто поймите Когда вы приходите на прием к гинекологу Вам тоже может быть стыдно Но гинекологу от этого Не жарко, не холодно Нам тоже от этого Не жарко, не холодно Абсолютно все равно Какое подсознание Мы вскрываем И проявляем И показываем Вскрыть легко Информацию удалить легко Это наши Вот Несколько часов работы И потом за две недели Дочистить так, что Человеку может уже Быть У человека может быть Другая жизнь Но Вам надо изменить информацию В теле Вам надо изменить реакции Вам надо Научиться мыться Перестать гадить В свой собственный колодец Потому что вы Настолько загадились Что у вас уже нету Чистой воды Нету чистого сознания Нет ресурса На дальнейшую Инкарнацию И ваш ребенок Пришел вас спасти А вместо этого Он попал в ловушку И влетает в то Что он сам лишится В дальнейшем Инкарнационного цикла То есть это Это реально Та часть Которую Осознанно Должен Которой должен Осознанно Подойти родитель И на сегодняшний день С аутизмом Работа Это минимум Два года работы будет Потому что Первые полгода Человек только вникает Как он будет меняться Только вникает Вместо того Чтобы брать И начинать работать Сразу Он ждет Волшебную палочку Он еще ждет Потому что Он привык Сидеть на диване И ждать А надо Двигаться самому И здесь На самом деле Очень сильно Помогает И чат мам На самом деле Помогает наша работа Помогает обратная связь И есть сложные случаи Там где уже Генетика у детей Поломана Там не просто Изменения у родителей Там еще надо Смотреть Как Разбираться с генетикой Есть разные варианты Аутизма на самом деле Есть сложнее Есть люди Которые нам месяцами Пишут каждый день Обратную связь И это нормально И мы вылавливаем Отлавливаем Вот эти моменты По чуть-чуть Которые Удаляешь И становится лучше Но во всяком случае Тогда У детей Есть вариант Чтобы у них Развивался И ум И высшее я И эго Для того Чтобы все структуры психики Приходили в гармонию Для того Чтобы он вырос Человеком Не выдрессированным Животным А вырос Действительно Человеком Чтобы его сознание Шло дальше В развитии Чтобы у него Была возможность И дальше Играть в этой игре В чудеснейшей игре Под названием Жизнь А что бы Вот ты Этой маме Посоветовала Вот Настройся Подумай Что бы ты ей Хотела сказать Сказать Просто у мамы Интересное восприятие Информации Вот я когда ее чувствую У нее восприятие Там кстати Кто-то из Мам И написал У вас восприятие Амебы На самом деле Там восприятие Амебы Она информацию Так сливает сразу Вот про что я говорю Что съедает Паразит Который съедает И Неблагодарен То есть И это же то Что он Вот уже он съел И тут же Это говорит Что это Невкусно И было плохо Что маме Посоветовать Что бы я хотела Ты знаешь Вот Ты говоришь Советовать Я могу только одно Я просто чувствую Что Мама Это Ну Настолько далека И я знаю Просто один момент Когда То Что ее может Внезапно Заставить двигаться А мама Просто на самом деле Она сейчас Отбивает все И она не слышит Даже то Что мы ей Специально записали Вот это видео Она даже Это Она его съест И обесценит И такую маму Может только Сподвигнуть Собственная боль И к сожалению Эта боль Вот просто Вдуматься даже Эта боль Даже не то Что к сожалению Я неправильно сказала Эту Эту боль Собственного тела Именно Собственного тела Ее может Вот именно Двинуть Но только Тоже Только после того Как она вот Услышит это видео Даже это ее Двинет Только после того Ну тут Тут Очень Вот ты сама Вдумайся Состояние У нее действительно Состояние амебы И представь Амебе Сколько надо пройти Чтобы развиться Представь Чтобы вырасти Наполниться Чтобы эта амеба Перестала Съедать Все Что И обесценивать И обесценивать То есть Съедать все Что попадает Это значит Что сейчас Мне пришел Образ Кого Этих Трутни Да Или которые Съедают В дом Вот если Влезли Они И они Молниевно Термиты О Термиты Вот Вот Представь Насколько У мамы Коллектив То есть Мама вообще В коллективном Сознании Все Полностью В коллективном Размазано Ну Представь И Ну мама Если услышите Начните Читать Ну первое Конечно Я даже Не знаю Консультация А у меня Отбивается Я не хочу Помогла бы Ли Вот в том То и дело Дело в том Что Даже Консультация Нет Потому что В дырявую посуду Лить воду Начало С себя Начало С Изменения Вот этих Реакций Начало С открытия ушей Начало С подготовки С книг Еще чего Да Потому что Чат Вот то что Могло дать Начало Чат То есть за это Время пока Мама была В чате Чат мог сделать Свою работу И включить Убрать Вот эту Амебу И убрать Вот это Отбивание Информации Но этого Не произошло И получается Что это Разговор То есть Попытка Речью Говорить С глухим Это Растрата Ресурсов Пустую Это не имеет Выхлопа Но в любом Случай Маме надо будет Начать меняться И начать Двигаться Возможно Где-то Где-то Ее прорвет И Ну Ты знаешь Вот наверное Собственная боль Это идеальный Механизм Подсознание Для того Чтобы Сдвинуть Маму С места Я и сказала Вот это К сожалению Это вот Ну Собственная боль И причем Это Вот удивительно То что У тебя Больной Ребенок То есть Ты видишь Твой ребенок Страдает А на самом деле Вам не больно Не не больно Не чувствуешь этого Боль ребенка Для нее не боль У нее только Собственная боль Я поэтому Сказала Что только Собственная боль Даже Не просто боль А Страх Страх Этой Боли То есть Ну Не буду Больше Разрушать Потому что На самом деле Здесь Надо Маме Вдарить Именно Вдарить Или ударить Неправильно Вдарить Шоковое Шоковое Шоком Шок И приход боли Может быть Именно шоковый Да Так да Это Я прошу То есть Вот Если мы сейчас Говорим Не из Наших мыслей Да Мы говорим Из возможностей Подсознания Ваших Что Подсознание Это Оно же тоже Разумно Подходит И смотрит С какой Стороны Лучше Зайти Так вот Вариант Шоковой Боли Это Самый Для подсознания Будет В вашем Случай Приемлем Потому что Других Вариантов Чтобы Сдвинуть Вас С места Во всяком Случай На момент Записи Вот Этого Оно Не чувствуется Чтобы Были Другие Варианты И Вот этот Вариант Коль мы Его уже чувствуем Значит Он уже Есть Подсознание То есть Уже Информация Об этом Есть И это Уже Надо Коль она Озвучена Надо Учитывать В своей Жизни И Возможно Если вы Все равно Меняться Не хотите Вас Это Устраивает То Во всяком Случай Будьте Аккуратны На дорогах И так Далее В своей Жизни Потому что Вот этот Шоковый Момент В подсознании У вас Уже Есть Потому что Ни хрена До вас Не достучаться Да Это Так И Кстати Вот эти Моменты Шоковые Если Вспомнить Когда мы Работали С семьями Помнишь Когда там Были ДТП Были Такие моменты Когда У родителей Вдруг И они Аааа Потом же Все на место Стало Но Вот пока Они сами Картинка Вспомнилась Аварийная Ситуация Тормозили Все И так Четверо Трусов Везет Папины Мамины И двое Детских Тормозили Была авария Да И тормозили Все У всех Трусы Такие Грязные Стираные Так что Вот В вашем Случае В подсознании У вас Такая информация Есть И Это Не единичный Случай Просто Поймите Подсознанию Надо Как-то Сдвинуть Вас С места Подсознанию Надо Как-то Заставить Вас Измениться И оно Все время Щупает И вот Пришел Ребенок Спаситель Его Объели И подсознание ведь смотрит на вашу реакцию и говорит, блин, а здесь ну никак. И пошел другой расклад. А подсознание всегда создает историю, как заставить человека развиваться. И это касается не только аутизма, это касается и других заболеваний. Это касается абсолютно всех заболеваний, которые приходят к человеку, болезни к человеку приходят, для того, чтобы он изменился. По-другому не бывает. В подсознании есть только один механизм для того, чтобы человек начал развиваться. Это причинение боли. И это очень эффективный механизм. И если вы думаете, что боль причиняет некий бог, который зол на вас и хочет вас карать и мучить и так далее, нет, в нашем подсознании абсолютно все сюжеты формируются из любви. Не может быть сформирован сюжет без любви. Не может. Базовое состояние формирования сюжетной линии – любовь. И если в вашу жизнь приходит болезнь, значит, она пришла из любви. И она не уйдет без благодарности. И это так. И это так. И это единый механизм. Он будет описан в книге «Парадоксальное восприятие». Но по-другому не бывает. Просто не бывает. Абсолютно любая история, абсолютно любой сюжет, абсолютно любое приходит из любви. И при этом надо осознавать, что любовь – это состояние, теплое состояние жизни, искренности, открытости. Вот из этого искреннего, чистого, теплого состояния жизни и приходит сюжетная линия для того, чтобы вы стали другими. И она приходит по вашему запросу. Все в любви. По запросу вашего подсознания. Все в любви и все с любовью. И все с любовью. И теперь представьте, как человек искажает любовь. Да? Обгрызть и быть недовольным, разрушить и быть недовольным. Это не про любовь. На самом деле любое разрушение – это не про любовь. Так что, милая мама, удачи вам на этом пути. Трансформация личности. Пока личность есть, есть что трансформировать. Потому что наступает момент, когда личность исчезает, и тогда трансформировать нечего. Трансформация личности. Трансформация личности. Трансформация личности. Трансформация личности. Трансформация личности.